Жизнь пиздец какая охуительная штука на самом деле. Вообще человек на самом деле сейчас самое счастливое создание на Земле. Потому что в отличие от других созданий, как мне думается, он может еще не просто быть счастливым, он не просто счастлив, он еще может осознавать, что он счастлив. А когда ты счастлив и еще осознаешь, что ты счастлив, это такое счастье даже не в квадрате, а наверно в клубе каком-то. Другое дело, что два вопроса здесь, что это такое счастье, что делает человека несчастным. И как в этом состоянии, естественном счастливом состоянии прибывать. Вся херня в том заключается, что мы счастье путаем с удовольствием. Что исчезло, когда мы испытываем какую-то эмоцию, которая хрен его знает на самом деле, как формируется и как она выглядит. Эту эмоцию мы называем удовольствием. И мы за этим удовольствием гонимся. За этой эмоцией, какой-то сильный, какой-то кайфовый, мы за ним гонимся. И в этой погоне, за этим удовольствием мы теряем вот это. Выходим из этого естественного состояния, которое называется естественным счастьем. Состояние счастья. Потому что счастье, на самом деле, это не удовольствие. Счастье – это радость. А радость – это какое-то состояние абсолютного спокойствия, абсолютного мира внутри. Это состояние абсолютного, вот именно абсолютного, не относительно, а именно абсолютного такого прекрасного. Спасибо большое. Благодарю. Ну вот, понятно, что это не исключает удовольствием, которым можно получить от этого замечательного плюшек, от этого замечательного блюда, да, наверное. Но радость, оно не обязательно с этим связано. И счастье тоже. Вот счастье – это когда ты никуда не торопишься. На самом деле, когда ты никуда не торопишься и когда ты никуда не спешишь, это состояние называется, возвращаете, это счастливое состояние. Потому что когда ты торопишься, ты все время находишься в месте и времени, которого нет. А когда ты не торопишься, то, соответственно, ты в этом месте и времени не находишься. Но дело не в том, а в месте и времени, в котором ты находишься, а дело в том, что когда для тебя этого места и времени не существующего реально не существует, ты находишься вот именно тут, то тогда у тебя нет времени. То есть ты не осознаешь свою ограниченность, свою обусловленность и все прочее бла-бла-бла-бла. Ты просто есть, ты просто кайфируешь, ты просто наслаждаешься тем, что ты сидишь, что ты дышишь, что ты смотришь, что ты слушаешь, что ты ешь, что ты пьешь или просто дышишь, я не знаю. Это просто нахерительное состояние, ты рад тому, что ты есть. И тебя совершенно не парит, что будет. Может быть, а может и не быть, через какое-то количество времени, потому что тебя там нет, а ты туда не отправляешься в путешествие. Ты вообще не путешествуешь. Вернее, ты путешествуешь, но ты путешествуешь вместе с творением, которое творится. А ты не путешествуешь самостоятельно. Короче, все несчастья от того, что мы путешествуем, пытаемся путешествовать самостоятельно и пытаемся идти по какому-то одному нам ведомому маршруту, а мы по нему и так идем, но нам кажется, что мы знаем лучше. И окончательное решение за нами. И окончательное решение не за нами. Оно уже принято. Оно еще принимается. И оно еще будет принято. И вот в этот момент, когда ужин случился, еще случается и случится, вот в этом моменте, когда ты находишься, туда все заебись. Тогда тебя ничего не парит. Тогда ты просто есть. Да, ты счастлив. Это счастье, даже если тебе печаль. Или грустно. Или ты что-то чувствуешь такое. Нет, что, печаль, грусть. Да. Но вот в этом состоянии нет тревоги, нет страха, нет беспокойства. Ничего нет того, что нас обычно заставляет бежать, торопиться, суетиться. Нет этого вопроса, что будет, если... Так, я не знаю, что будет. Может, ничего не будет. Может, тебя не будет. У тебя-то не должно паники, потому что сейчас ты есть. Ну, так-то. Не знаю, как слышно, звук не слышен. Что-то выложу, просто интересно. Интересно, само собой говорить на самом деле.